Дают урезанное питание. Считаю, что это совершенно недопустимо. Дмитрий Александрович, хочу понять, что происходит. В последние дни СМИ и социальные сети буквально пестрят жалобами родителей на то, что их детей-младшеклассников, завтракающих бесплатно по муниципальной программе «Забота», решили отделить от других школьников, которые питаются в той же столовой, но используют платный завтрак за 83 рубля. Масло в огонь подливает и то, что качество самого питания по-прежнему оставляет желать лучшего. Чтобы разобраться в проблеме, в школьных столовых начали проверки. Контрольное мероприятие проводит специально созданная комиссия с участием общественности. В этом году у нас есть новшества. Брокиражный журнал у нас носит оценочный характер. То есть, в соответствии с законодательством в брокираже, ответственность за питание, это и медсестра, и повар, и директор ставят оценку приготовленному блюду. Исходя из этого, значит, дальше уже идет анализ, почему, допустим, 3, почему не 5, почему 4, почему не 5. Должны оформляться протоколы, должно идти предупреждение и объяснение, на каком основании то или иное блюдо заменяется. Поэтому замечания есть. Вкус и качество еды под контролем. А вот что касаемо сегрегации по питанию, тут все оказалось сложнее. За завтраки и обеды в образовательных учреждениях региона отвечают две частные организации. Кроме того, есть школа «Единаличник-72», в которой детей питанием обеспечивают самостоятельно. В ситуации с разделением на богатых и бедных детей администрация города ссылается на одного из двух операторов питания. Тот, в свою очередь, вины в происходящем не признает и перекладывает ответственность на город. Администрация города Ульяновска к данному учебному году, 25 августа, приняла постановление, установила только цену обеда в размере 116 рублей только для первых и четвертых классов. По остальным льготным категориям, дети из малобеспеченных семей, многодетных семей и другие, администрация решила, соответственно, цену не менять. Естественно, возникла существенная разница в стоимости как завтраков, так и обедов для разных категорий учащихся. Оператор питания хочет заработать. Городская администрация сэкономить. Такой подход к вопросу оказался провальным и для одной, и для другой стороны. В результате страдают дети. Кроме претензий в разнице блюд, возник вопрос о замене этих самых блюд. Сегодня, например, у нас должен быть салат фруктовый с посыпкой, заменили на яблоко порционное. Вчера у нас должен быть сок, произошла замена чай с лимоном. Конечно, операторы питания нам пишут служебные записки, нас извещают. Но нас, как руководителей, очень сильно волнует стоимость данных продуктов, что чай и сок отличаются. Однако, как показали результаты первых проверок, не всё так плохо. По крайней мере, не везде. Дочке моей очень нравится. Выпечка здесь хорошая. Первое, второе, завтраки. А сыночек у меня с сахарным диабетом. В школе всё предоставили. То есть в первый же день и без сахара, и отдельные порции. Когда из меню школьников полностью исключат раздельное урезанное питание, пока не ясно. До конца разобраться в ситуации ещё предстоит. Понятно лишь одно. Действия с их растущим организмом и школьными нагрузками должны получать вкусные полноценные обеды и завтраки за одним столом.